Сегодня прошла 17-я сессия Государственного Совета Чувашии. Один из законов, который приняли депутаты, запрет на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Как проходило обсуждение и какие доводы приводили авторы законопроекта Татьяна Молокова? Законопроект разработал и внес Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике бюджету, финансам и налогам. По данным председателя Комитета Виктора Гурбунова, в России 8 из 10 подростков от 13 до 17 лет хотя бы однажды употребляли безалкогольные тонизирующие напитки, а каждый третий употребляет их регулярно. В них содержится превышающий суточную норму кофеин, а это может нанести вред здоровью несовершеннолетних. Напитки в большей степени содержат синтетический кофеин, который пагубно влияет на наших детей, поскольку он является этим, этот энергетический напиток имеет свойство привыкания, он содержит большое количество, большое содержание сахара, и поэтому очень много статистика показывает детей, подвержено заболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям. Большинство депутатов поддержали законопроект. Действие энергетических тонизирующих напитков заключается в том, чтобы высвобождать из тела энергию в долг, которую потом нужно восполнять сном и отдыхом. И когда действие данных компонентов проходит, ребенок становится, даже не ребенок, вообще любой человек становится очень нервозным, появляется плохое настроение и сонливость. Мы имеем в виду не только физиологическую сторону, мы имеем в виду, как законодатели, прежде всего, здоровый образ жизни, а здоровый образ жизни – это здоровый образ мысли, а здоровый образ мысли – это здоровая человеческая душа, отношение к окружающему миру, правильное отношение к окружающему миру. В итоге закон о запрете продажи тонизирующих напитков приняли в двух чтениях. Сейчас в более 60 регионах страны действуют такие законы. Также на сессии были приняты соответствующие поправки в закон об административных правонарушениях. За продажу энергетиков несовершеннолетним установлен штраф. С физических лиц до 5000 рублей, с юридических до 50. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.